Друзья, всем привет! Мы снова в проекте практика школы бизнеса. Меня зовут Дмитрий Солодов и сегодня мы поговорим об одном интересном сценарии, который нам прислали ребята из Череповца. Поэтому летим туда! Так, ребята прислали сценарий, который отлично подходит для корпоративных клиентов. Он проходит в формате мини-турнира с определением победителя. И чем интереснее приз, тем более эмоциональной получается сама игра. В примере, описанном клубом Адреналин, в игре принимают участие 11 человек. По жребию определяется порядковый номер каждого игрока. Полигон делится на сектора, которые следуют один за другим. Отсчет начинается со стартовой базы и каждый игрок встает на свою позицию. На полигоне выставляются контрольные точки. Например, у Адреналина их было 5 штук. Точки выставляются через один пролет, либо через один сектор, друг за другом. Игроки в поле на позициях выдерживают под 5 попаданий, без возможности воскрешения. Перемещаться игрокам можно только в пределах своего сектора. Их можно обозначить сигнальной лентой или другими подручными средствами. На чужую позицию игрокам заходить категорически запрещается. За этим следят инструкторы. У 11-го игрока, который начинает игру на стартовой позиции, есть аптечка, в которой он может воскрешаться неограниченное количество раз. Однако после виртуального убийства игрока номер 11 он не имеет права перемещаться по полигону до момента оживления. За этим также следят инструкторы. Как правило, у игроков на поле цвет повязок красный, у игрока на старте синий. Раунд ограничивается 5 минутами. Задача игрока со старта захватить поочередно все 5 точек. После захвата 5 точек время останавливается и фиксируется. Если игрок не укладывается в свои 5 минут, то идет подсчет очков. За каждого ликвидированного игрока дается 1 очко. За каждую захваченную контрольную точку 3 очка. Задача игроков в поле как можно дольше удерживать позицию. После окончания раунда игрок со старта перекрашивается в красный цвет и отправляется на последнюю позицию. А все игроки в поле перемещаются на одну позицию ближе к стартовой базе. Ну а после того, как все игроки пройдут полосу препятствий, определяется победитель. Либо по времени прохождения раунда, либо по количеству очков. На сегодня это все. Желаем вам интересных игр, ярких эмоций и, естественно, благодарных клиентов. Ссылку на клуб Адреналин вы сможете найти в описании. Естественно, не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх. Также, если у вас есть интересные сценарии вашего Лазерта-клуба, либо интересные маркетинговые или рекламные ходы, которые сработали на примере вашего Лазерта-клуба, присылайте ваши истории ко мне на почту. Она также в описании. Ну а сейчас всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok